Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Ну, я тебе поздравляю, вышла наша книжка И я тебя поздравляю Парадоксальное восприятие Самая пока сложная из всех наших книг Не считая иллюзиониста, которого вычитать и даже как Как структурировать его, чтобы положить в текст, я не знаю пока То есть, пока набросан материал, но как его преобразовать, не знаю Механизм образования мыслей и мыслей образов. Вот смотри, скольким людям интересен механизм образования мыслей и мыслей образов? Как это применительно к реальности? Ты знаешь, я тебе скажу сегодня интересную штуку. Я была с дочкой своей младшей. Вдруг возникла тема. Ну, наша лично ее касается. И я начала объяснять. То есть я ей показала, попыталась, ну, вернее, не так даже. Я показала ей, где ее минусы, которые она должна увидеть. И поначалу у нее пошел отпор. И когда пошел отпор, у меня вдруг, знаешь, как прояснилось, и я начала с ней общаться на нашем языке. Вот на том языке, который без страха взять глубину, то есть взять саму суть. То есть когда мы, когда не жалеешь, знаешь, так сказать, чтобы не обидеть, а вот именно прям саму суть. И я начала с ней на этом языке говорить, на нашем, из глубины, из подсознания. И Лера впервые, если до этого она слушала, ну, так, да, то есть она не особо вникала в то, в чем мы занимаемся. То тут ее были слова, знаешь, какие. Мама, я тебя благодарю. Я теперь поняла, почему вас хотят слышать. Представляешь? Это на таком языке ты мне сейчас объяснила. У меня даже слезы. Ты мне сейчас настолько, говорит, объяснила. Для меня это так стало понятным. Говорит, я как будто, она сказала, я как будто открыла глаза. И я говорю, представляешь? Говорю, вот в этот момент я просто... У тебя получилось, приоткрылось сознание, и я в это окошко, я его не пропустила. И я в него, прям в него бросила разумные вещи. То есть слова, которые... Я пришла к твоему разуму. То есть разум услышал разум. И ты стала слышать себя. Вот на самом деле суть, когда... Я просто, я сейчас скажу, какое я слово сказала. Я ей объясняла, объяснила, что, Лера, если ты, ну, так-то и так-то, то это паразит. И ты тогда в себе будешь растить паразита. А этот паразит, он постепенно превращается в монстра, который потом начинает поедать, пожирать тех, которые его кормят. Вот я на этом, да, и представь. И я сказала, только ты мои слова... Ну, я с ней переписывалась. Только вот эти мои слова прочитай не со стороны обиды, а со стороны сути, сути смысла. И вот она это начала слышать, и я после этого сказала. А смотри, какая зеркальная история. Ты переписываешься с Лерой и говоришь о паразите, да? И о том, чтобы она задумалась. Ты приезжаешь ко мне, а у меня параллельно идет переписка с Розой, и она мне пишет про свою дочь, что она забеременела. И не дай бог, там у ребенка будет баз. Понимаешь? И я пишу ей, что ее сознание паразитарное, и уже сейчас уничтожает ребенка. И она точно так же обижается на меня. Понимаешь? И в обратную сторону. Да, потому что, смотри, я приехала с этим, тут ты говоришь про Розу, и поэтому она, вот эта тема, она моментально и подсветила паразита, и ты написала. Да, да, да. Это паразитарная часть. А человек обижается, когда ему говоришь, что когда ты развернут не в себя, а наружу, когда ты живешь для детей, работаешь для детей, заботишься о детях, обслуживаешь детей, попоцелуешь детям, в это время ты живешь их жизнью, не своей. Если ты действительно в чувствах даришь им любовь, то ты вместе с любовью будешь дарить им свободу. И тогда ты не будешь навязывать им свои модели жизни, свои модели представлений. Тогда ты не будешь думать о болезнях. Как можно думать? Там свет в животе, а ты ему болезнь посылаешь своим сознанием. Это же вообще нонсенс. Да, да, да. И при этом, когда тебе на это указываешь, ты начинаешь обижаться. Вы обижаете меня, вы обвиняете, ну, как Роза нам писала. Да. Вы обижаете, вы обвиняете, вы... То есть вы плохие. Вы плохие, а я хорошая. А ты услышишь, с другой стороны. Услышь, что ты делаешь? Ты сейчас, как тот же паразит, уже выкидываешь, хочешь выкинуть то сознание и внедриться в это новое тело. И что? Ты сжираешь. Уже это тело ты сжираешь, и это тело либо вообще не родится, оно просто не успеет развиться, либо родится хилым, либо больным с этим же баком, басом, да? И будет, и будет... Ты уже будешь, как паразит, сжирать, пожирать это тело, да? То, что мы и видим во время, вот когда... Как... Ну, у нас же есть история, да? Когда мать... Съедает своего ребенка. Съедает своего ребенка, да. А сколько историй таких? Вплоть до того, что... А ты человеку говоришь, она не слышит или он не слышит? Да. Никогда не слышит. Как же, я ж люблю, я ж забочусь, это... Я ж столько внимания. Как? О чем вы? Да блин, ты посмотри не со стороны обиды, ты посмотри с глубины, со стороны подсознания, что суть по образу и подобию, суть увидеть. И при этом, смотри, люди называют это любовью. Да, и скажи. Для них любовь – это носить апельсины в больницу. Да. И в то же самое время. Вот мы вчера переписывались с Сильвой. Угу. И смотри, мальчишка-то пошел во второй класс обычной школы. Обычной. А три года назад он орал в припадках, размазывал говно по полу, и она уже не знала, куда одеться, он был полностью невменяемый. Три года разделяет. Но что сделала мать? Она понимала, что в своей семье она воспитать не сможет, что он скопировать с нее не сможет, что удержать эмоции, злость и негатив она с особыми сможет. Ну, рабой пока, да. И она совершила поступок действительно из любви. Из любви. А представь, как общество на это глядит. Мать отдала своего ребенка в другую семью. А ведь именно это было из любви. А именно это дало возможность ему скопировать здоровую информацию. И сегодня мальчишка как пошел в развитие. Да. И вот это про любовь. Да. Не та мать, которую я люблю, но я не дам тебе свободы. Ты у меня как был больным, я тебя как травила бадами и таблетками, так и буду травить. Потому что я люблю тебя. Помнишь, как я говорила, там была одна украинская семья, когда говорила, если бы вы были в Беларуси, я бы сама обратилась в органы опеки, чтобы вас изъяли ребенка, вы убиваете его. Ну, вы же работали, да. Ну. А здесь, понимаешь, здесь совсем другая тема. Здесь мать пошла, и сегодня она имеет ребенка, выходящего из заболеваний, ребенок развивается. Да, тяжело. И так какая сила любви. Да. Вот она настоящая любовь. Вот она, которую люди называют жестокостью. А теперь смотри, как в обществе вывертыш. А как люди, кстати, говорят, смотри, мы в старости будем поддерживать друг друга. Блин. Все. Вы заложили уже болезнь, что вы две хромые лошади. Что в старости вы хромые, и вам нужна поддержка. Все, вы слабы. То есть два паразита, которые будут, два инвалида, да? Два инвалида. То есть конкретно игра в слабость, конкретно, то есть нет интереса в жизни. А теперь прикинь, вот человек берет вот нашу эту книжку, да, где вот эти вещи, уже как выводы конкретно, вот я даже сейчас, когда перелистывала, у меня был момент, что даже пальцы было заложила, потому что охренела сама от того, как мы прямо эти вещи все пишем. Без искажений. Без искажений, просто в лоб. Ты пишешь человеку про его лень, про его нежелание развиваться, про его паразитарность, про его, про его, про его. Ты просто валишь, вот просто в лоб ему говоришь. И вот человек берет эту книгу, открывает и начинает там зачитывать. Откат. Это реальное отражение лени человека уделить внимание самому себе. Это ваша собственная лень, ваше бездействие заставляло ваше подсознание включать в вам же болезнь. Для того, чтобы изменить историю в одной точке, надо сначала изменить переотражение. И дальше уже механизмы описаны. И смотри, как человеку... Книга сильнейшая, но человеку, который берет ее в руки и начинает, например, с этой книги, у него шоковая терапия. И знаешь еще шоковую терапию, что вносит? Наше общество очень круто защитилось от людей для того, чтобы их сознание не расширялось. И религия помогала. Потому что бараны были выгодны. В принципе, всегда были выгодны. Для недоразвитого сознания. Для развитого оно понимает, оно не хочет видеть в отражении барана. И это правильный подход. Но вот смотри, та же самая психотерапия, парадоксальное восприятие, это шизофрения. Человек с широким сознанием это шизофреник. И он тебе нарисует и параноидальную шизофрению, или там еще какую-то... Болезнь. Куча маний. Все тебе... Что хочешь, приплетут. Потому что, ну как это? Ты видишь одновременно черное и белое. Ты не можешь видеть мир цветным. Он у тебя должен быть либо хорошим, либо плохим. Ты либо рабочий, либо крестьянка. А третьего не дано. Все третье, это шизофрения. Да. Это болезнь. Да. А это перевертыш, и мир болен, на самом деле. Мир болеет. Болеет. А теперь смотри, вот тоже, тоже враг и друг. Да. Вот смотри. Враг. Кого мы считаем врагом? Кого люди считают врагом? Того, кто делает больно. Да. А теперь смотри. А другом того, кто тебя по-шерстке гладит. А теперь давай возьмем так, как есть. Когда ты осознаешь подсознание, надсознание, глубину, все сознание, как это все устроено. И берешь это все из глубины. Кто такой враг? Это самый тот, кого надо поблагодарить, потому что именно враг тебе укажет больное место в тебе, куда. Он тебя просто пичит туда. Самое слабое место. Самое место твое, куда тебе надо обратить внимание. А человек что делает? А он отбивает и говорит, ты плохой. И не смотрит туда. Ты меня обидел. Вместо того, чтобы почувствовать боль и в эту боль войти и разобраться о благодарном быть этому зеркалу. А теперь смотри, что делает друг. Мне же неудобно сказать правду. Это же ведь обижу человека. То есть обижу. Поэтому да, хороший ты. Все у тебя хорошо в жизни. Ну, грубо, да? И все. Спи. Спи. И человек получается, смотри, вот эта вот хорошая девочка, хороший мальчик, мальчик хороший, да? На самом деле это развитие лжи. Лжи. То есть когда слабости, когда ты боишься сказать, ну, как думаешь, да? Потому что на тебя же обидятся, на тебя, ну, там, да? Тебя будут считать плохим. И ты начинаешь лгать. На самом же деле, нет, я не лгую, я просто хорошо человеку делаю. Вот оно, искажение любви. Искажение. Да, искажение. Я просто человеку делаю, значит, им не надо боль наносить. И что? Ты сам засыпаешь, ты сам вязнешь в этой лжи, потому что ты боишься сказать так, как ты чувствуешь. Ну, на этом построена психология, психотерапия. Да. Все оказание услуг за ваши деньги. Так вот, смотри. Клиент всегда прав. К чему мы приходим? К чему мы приходим? К правилам. К правилам вот эти тона правильного, правильного общения, культуры, а на самом деле это все приводит ко лжи и к болезни мира. Да. Болезни. Я не говорю сейчас о том, что надо тыкать, сейчас говорить правду. Вот ты там такой-то, а ты там... Нет. Это разрисовывать зеркало. Это, это... Вот это уже театр. Театр. А когда у тебя это естественным идет, то есть, вот ты общаешься с человеком, и человек вдруг тебя больно кольнул, да? Вот, я про это говорю. Ты не делай сразу в себе, все, я с ним не общаюсь, там, или начинаешь привлекаться с ним, да? А ты в саму вот эту боль войди по... И что тебе это зеркало сейчас сказало? И просто будет благодарна. Заметь, последнее время, может, потому что у нас часто звучит слово искренность, и может, потому что в нашей реальности оно одно из ключевых слов. Когда я смотрю какие-то видео, какие-то ролики, слово искренность стало звучать часто. Звучать так же, как... До нас оно не звучало. Так же, как любовь стала звучать, вспомни, была, сколько там, два года назад, Как и счастье начало звучать. И счастье начало звучать. И тренинги по счастью пошли. Везде было вспомнить, секс, 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 а потом раз, и начало сменяться уже что-то, то счастье пошло. И благодарность, кстати, пошла. А сейчас искренность пошла. Вот оно, обмен, вот оно, втекание. Втекание чистого сознания, которое говорит, просыпайтесь, просыпайтесь, перестаньте врать себе, перестаньте себя убивать, мучить, страдать. Зачем вам эти страдания? Включая религиозную. Ложь самому себе. Для того, чтобы развернуть игру, я плохой или я хороший, это увидеть мир цветный. И тогда ты не будешь плохим или хорошим. Серединку. Увидь серединку, да. Вот оно. Суть. Увидь суть. Не убивай суть, не удаляй ее, не беги от суть. как говорил Будда, да. Как? Серединный путь, говорил Будда. Ну, немножко другой смысл вкладывал. Там искажение чувствует. Да, 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 да. Потому что все это в дальнейшем было перебрано в религию. Суть, ядро. Ядро – это суть. И человек больше всего его боится. А теперь возьми средний класс, как мы до этого подкаст писали, да. Тоже средний класс, да. Это ведь тоже суть. Это ядро. Вот откуда идет, когда есть ядро, когда есть центр, то есть и развитие, да, движение. А если ты уберешь, то есть есть жизнь, а если ты уберешь эту суть, уберешь это ядро, идет ложь, идет пустота, и нет жизни. Жизнь исчезает. Идет конкуренция между черным и белым. Борьба. Борьба. Вот она. Вообще всегда, когда на весы ставится что-то, идет вопрос конкуренции. Например, за ту же самую власть. Например, религия государств. Сколько бы не рассказывали про то, что у нас религия отделена от государства, она вне государства и так далее. Ребята, давайте не будем врать. Давайте не будем врать, потому что тогда взращивается обязательно предатель. Оно автоматически происходит. И ты знаешь, меня удивило, например, когда мы были на экскурсии в Бразилии, и там прозвучало, что в 13 веке король, не помню, как его звали, осознавая вот эту религиозную эти качели, он просто взял и заточил, подмял под себя на 100 лет подмял под себя Ватикан. И действительно, все папы подчинялись этому королю. 100 лет это продлилось. 100 лет мудрости. Государство развивалось при этом неплохо. И это был здравый подход, потому что если это не происходит, если... А подмять под себя религию государства, кстати, очень сложно, потому что Бог же, он один, он же всегда прав, он всегда хороший. Тут тема нарисовывается вот это, игры в хороший и плохой. А правитель будет тогда либо хорошим, либо плохим. И поэтому такая тоже интересная штука. Но тоже весы, тоже качели. Если есть два, то будет обязательно качели, будет игра. Да, потому что здесь... Ну да. Надо учиться видеть в людях полов. Надо учиться видеть в людях себя. И надо говорить про субъективную реальность. Без этого нельзя. Надо быть самому искренним. Самому искренним, да. Только через искренность путь идет к развитию сознания. И тогда войны не нужны. Их просто не будет. Их не будет. Потому что война это равно болезнь. Это болезнь. Границы то же самое болезнь. Конечно. Мы болеть не будем, если мы будем искренни, мы здоровы будем. Да. Те же ограничения, это все болезни. Это все разновидности болезней. Все ограничения создают напряжение и сопротивление. Все качели. Качели. И потом войну, конкуренцию и так далее. Не иди к себе. То есть не иди в центр. Не иди к себе. Все у качели. Да. Играйся. Болезнь. Ты, как это, тело грешно. Там, в тебе грехи. Не иди сюда. Все, качели. Куда ни кинься. Везде получается, мы конкретно, наш мир играет в игру болезнь. Не знай-ка, на небе. Что и показывают вирус, что и показывают вирусы То есть, на самом деле, вирус съедает себя же. То есть, паразитирует. На самом деле, паразитарное сознание, которое развивается и превращается в монстра, который сам себя съедает. И значит, что будет? Обновление. Обновление. Пока не будет вот этого осознания, как я рассказала сегодня про то, как Лерка меня услышала. Вот так же и мы. Просто должны люди услышать. Услышать себя. То есть, знаешь, как прояснение сознания, как шторки, так раз, и вдруг я понимаю, о чем это. Да? Вместо того, чтобы видеть обиду или вину. Вместо того, чтобы сказать, вы сейчас нас обижаете, вы оскорбляете, вместо этого. А послушать именно. Ведь суть-то не в этом. А ведь здесь, когда ты слушаешь, здесь нет оскорблений, обиды и всего остального. Здесь чистая информация и искренняя суть. И когда ты ловишь суть, ты тогда благодарен другому человеку. Вот он тогда работает чувство, и эти чувства начинаются с благодарности, открываются с благодарности. Конечно. Да? А когда ты слышишь ложь и понимаешь, что ты не можешь ее проявить, то ты начинаешь сам лгать, и пошла ложь, игра в ложь. Все болезнь. Да? И потом болеем, страдаем. Ловушка себя. Сам себя загнал в ловушку. Да? Есть о чем подумать? Вот это вот источник для размышлений. И невероятный путь. Я когда смотрю на эти книги, у меня все время крутится. И это мы написали? Не может быть. Да ну нафиг. И какие, и знаешь, а у меня, да, и я. И какие это, я не побоюсь этого слова сказать, великие книги. Это правда. Вот это я сейчас говорю искренне. Потому что это путь к себе. Совсем недавно, наверное, в самолете, когда мы летели, у меня была отключка, и потом такое, ну знаешь, пробуждение, такое туманное. и вдруг у меня пошли ассоциации, я даже забыла тебе рассказать на эту тему, ассоциации с Библией. Как там свидетели показывали, как там говорили. И вот там раз, 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 и у меня вдруг начали накладываться эти вещи, и вдруг я понимаю, что у нас же тоже книги начинались со свидетельских показаний, с описаний чудес, там и так далее. И вот эти ассоциации, когда пошли, вдруг у меня вдвух, и я понимаю, если найдется паразитарное сознание, которое захочет на этом сделать религию, то его надо вырубить на карме. Легко сделать, может. Легко на этом новую религию, да. Его надо вырубить на карме. Потому что это вирус. Это вирус. Вот этот паразит не должен исказить. Да, не должен исказить. Потому что, если брать ассоциативный ряд, я просто видела, насколько наши книги это, по сути дела, Библия нового времени. Да. А это так и есть. Это так и есть. Казалось бы. Причем в чистом виде. В чистом виде. Вот они просто в чистом виде. Потому что Библия, она переписана. Ну, переврана. Перескажена очень сильно. Урезана, переврана. А здесь первоисточник, где ты идешь шаг за шагом. Здесь нету лжи. Здесь искренне показано, как меняется восприятие от шага к шагу, когда ты идешь к себе. К себе настоящему. Когда открываешь себе создателя. Спрятаны. Те, которые были всегда спрятаны. И просто достали их. Их достали, написали. Да. Просто из сознания достали и записали. Но смотри, как мозг защищает знания. Если ты имеешь недоразвитый мозг, недоразвитое сознание, очередной блок информации у тебя не подгружается. Вот даже при парадоксальном восприятии, здесь же постоянная подгрузка информации идет. Каждая фраза – загрузка. Каждая фраза – загрузка. И это подгружает сознание, когда ты просто знаешь и не понимаешь, откуда у тебя это в голову пришло. Ты вроде не это прочел. А этот эффект идет только тогда, когда твое сознание развито. А если нет, тебе ничего не открывается. А как очень часто, когда я пошел поток и говорю, а ты записываешь, и ты запишешь, и иногда ты говоришь, подожди, подожди, а я понимаю, идет поток, и вот просто его остановить, и ты уже понимаешь, что, как знаешь, и говоришь, а ты не успеваешь записывать. Вот это то же самое, когда здесь в одном предложении огромный объем. Огромный объем, да. Сути самой, да, вообще знаний. Вот очень часто же такое. Идешь, ты понимаешь, мне говорить, 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 а не успеваешь записывать. Вот это об этом. Когда поток открывается, а как последняя книга «Иллюзионист», вот бум, объем пришел, ты понимаешь, это так. Да, да. А как положить в слова? А слов нет. А слов, вот алгоритм, а дальше, это как текст без гласных. Да, да. И ты понимаешь, что ты потом этот текст так можешь развернуть, так, так, так. С любого. В зависимости от того, какую игру захочешь. Точно так же, момент вхождения в игру. Вот этот момент, помнишь, когда мы со старением работали? Вот момент вхождения в игру, ты рассыпался по всем людям. И в зависимости от того, с какой точки ты начнешь воспринимать, тот бриллиант ты будешь осознавать. Это точно так же, как Библию. То сознание, которое переписывало Библию, да, то, на каком уровне оно находилось, это сознание, с какого ракурса оно это видело, оно переписывало с этой грани. Оно так и приврало. Потом следующее, с этого, с этого, и все, понимаешь, и искажения пошли, вот эти искривления. Обкоцанное, да. Вот оно, да. А целостно, чтобы брать целостно, надо иметь мозг. Да, а как часто? Здоровым, крепким, сильным, нормальные межнейронные связи и так далее. Природный иммунитет. Природный, да, природный. Здоровое, а не больное сознание. Тогда поговорим об алкоголе, сигаретах, наркотиках, шаманизме, обкуривании и так далее. Дурман. Дурман. Вот этот дурман, это сон, его надо убрать из жизни вообще. И не надо обманывать, насколько это все приятно, полезно и так далее. Это только лишь об искажении. А как очень часто на консультациях бывает, вот идет информация, а я понимаю, как мне на слова положить. Я не знаю, как положить на слова. То есть нет таких даже слов, да, то, что ты видишь. И приходится, вот по образу и подобию, ведь на самом деле благодаря консультациям и осозналось вот это расширение сознания, произошло, и как работает по образу и подобию. Потому что это когда ты казалось бы в несовмест... Ну, как бы не касаемых друг друга вещах, да, а при этом на этом образе ты рассказываешь вот об этом. Это вот эти, как ты говоришь, слова безгласных, да, вот это об этом же. То есть как несовместимое, а тебе надо это совместить. Да. Да, да, да. Вот оно сознание. Офигенные штуки сейчас осознаются. И такое умиротворение, и такое счастье, что ты играешь в эту игру под названием «Жизнь». такой кайф от того, что ты можешь иметь тело. И ты знаешь, возраст наш, я осознаю, какой кайф. Дети выросли, но еще не до конца. Ты еще можешь играть с ними, как с детьми. Внуки растут, и ты можешь играть с ними, как с детьми, но растят их уже дети. Ты можешь путешествовать, ты свободен, ты тащишься от своей жизни. А теперь опять о чем мы с тобой сейчас говорим? О среднем. О ядре. Средний возраст. Смотри, опять мы приходим в ядро. И смотри, если мы говорим включение-выключение старения, дельта, она находится в середине. Именно здесь. Если ты выскочил за середину и профукал возраст, то потом уже старение будет обязательно. Оно уже все пошло. Оно уже пошло. А есть вот эта золотая середина, когда можно дергать туда-сюда. Когда позвоночник взломался, то ты уже все. Вот это тоже об этом уже все. Центр тебя. Золотая середина. Да.